Приветствую вас, дорогие друзья! С вами сегодня на связи я, Никита Чесноков и наш мастер-класс, посвященный быстрому старту в Adobe After Effects. В рамках этого мастер-класса мы с вами погрузимся в мир Motion Design и буквально за несколько шагов сделаем полноценную анимационную сцену для вашего слайд-шоу непосредственно в Adobe After Effects. Давайте вместе с вами посмотрим финальный результат, то к чему мы сегодня будем стремиться и то, чего мы сегодня с вами добьемся. Как видите, в данной сцене есть и анимация камеры, и 3d, и анимация объектов и все это было создано путем использования непосредственно Adobe After Effects и стандартными его способами. Для того, чтобы нам начать с вами непосредственно работу, первое, с чем мы должны познакомиться, это интерфейс. Мы заходим непосредственно в AE. Давайте называть After Effects кратко именно AE. И первое, что нас встречает вот такой вот не сильно интуитивный, не сильно понятный, не сильно красивый интерфейс. Это всего лишь на первый взгляд кажется, что интерфейс After Effects и, в принципе, интерфейс многих адобовских программ, он не сильно интуитивный, не сильно удобный. Но сейчас мы вместе с вами разберемся, как из непонятного набора вот этих вот окошечек, каких-то непонятных пиктограмм сделать, соответственно, комфортный, работоспособный и приятный глазу интерфейс и работать уже непосредственно с ним. Итак, первое, о чем хотелось бы поговорить, это панель Project. Она встречает нас в левой части экрана. Это одна из основных панелей в After Effects. Вообще, основных панелей или, как их принято называть, основных окон в After Effects порядка пяти штук. Это Project, это Composition, это Timeline, это эффекты и это я бы еще отнес скорее панель Tracker. Ну или панель работы с текстом, все зависит от задач. Так или иначе, первое и одна из самых важных это панель Project. Что примечательно, для чего вообще нужна эта панель и что в ней есть? Панель Project содержит в себе все импортированные файлы в наш After Effects. То есть, в отличие от того же Photoshop, где мы просто файл открываем с вами с помощью Photoshop, ту же самую картинку, в After Effects мы должны импортировать этот файл, то есть подгрузить. Каким способом это делается? Делается это очень просто. Мы в первом способе заходим в панель Project правой кнопкой на пустое поле Import File. Также сочетание клавиш Ctrl-I или Command-I на Mac позволяет нам вызвать то же самое окно. Далее, что мы можем импортировать, как мы можем импортировать, давайте поговорим. Первое это, соответственно, импортировать по одному файлу просто путем выбора этого файла. Как вы видите, у нас импортирована всего лишь одна фотография. Далее, мы можем зажать Ctrl для выбора нескольких файлов или же зажать Shift для выбора нескольких файлов подряд. Ну, собственно, как и везде ничего пока нового и сверхъестественного. Далее, следующий момент это Import as Sequence. Так называемый импорт как секвенцию, то есть когда ваши фотографии будут преобразованы в последовательность и будет создано некое подобие видеоряда на основе ваших фотографий. Давайте выберем несколько фотографий, нажмем Import Sequence и нажимаем Открыть. Как вы видите, наши фотографии открылись не... импортировались не в качестве файлов, а в качестве некой последовательности с 12 по 23 фотографии. Если мы будем листать по времени, то мы видим, что фотографии, в принципе, меняются. Это и есть, по сути, наша с вами секвенция. Пока она нас не сильно интересует, пока мы просто выбираем с вами несколько файлов и импортируем. Давайте немного расширим окно Project и посмотрим, какие есть функции. Первый — это, естественно, Search. Сразу стоит привыкать, стоит этим пользоваться, что в After Effects в многих панелях вы увидите Search. Тот же самый эффекты, timeline. Здесь везде есть поиск, работает он по одному и тому же принципу. Здесь вы можете конкретно в окне Project искать по названию файла. То есть, допустим, мне нужно где-то найти восьмой файл. Я его нахожу. Также можете указывать тип файла. Он вам покажет все файлы данного типа. Также вы можете указывать здесь как название, так и тип файла. Если у вас, допустим, восьмой IAE и JPEG, грубо говоря, очень удобно, очень легко, очень, так скажем, юзабельно. Следующий момент — это сортировка. В окне Project мы можем с вами сортировать наши файлы по имени, как обычно по алфавиту или по возрастанию символов, нажав на вкладку Name так и наоборот. Здесь вот есть такая синенькая стрелочка, которая демонстрирует нам все это дело. Далее, лейблы. Очень часто используемая вещь, помогает вам в работе, когда у вас очень много различных файлов, очень много различных каких-то импортированных материалов, просто для того, чтобы визуально глазу между ними было комфортно ориентироваться. Давайте продублируем несколько раз и, к примеру, в восьмые фотографии я хочу сделать одного цвета, двенадцатые другого цвета. Как видите, меняются вот эти вот цветные прямоугольники, цветные квадратики, которые позволяют нам непосредственно быстро ориентироваться визуально по цвету, по тому, что и как здесь происходит. Это на самом деле очень удобная история, очень удобная фишка, которая в дальнейшем в работе над большими, над крупными проектами вам очень сильно сократит время именно в подготовке. Также, если мы пролистнем немного правее, мы видим, что здесь есть дополнительные какие-то лейблы, дополнительные какие-то критерии для сортировки наших файлов. Мы можем сортировать по типу файлов, по размеру, по длительности медиафайла и по даже местонахождению. Что касается местонахождения и пути, здесь очень важный момент, стоит сразу просто понять его для себя и привыкнуть. Когда вы импортируете файл в After Effects, вот как мы с вами сейчас поступили, нажимаете Ctrl-I, выбираете фотографию и импортируете. After Effects не загружает сюда оригинал вашей фотографии, не загружает сюда саму фотографию. After Effects всего лишь подгружает ссылку на эту фотографию на вашем компьютере. То есть, объясняю простым языком, если вы у себя на компьютере эту фотографию удалите, то After Effects распознать ее в дальнейшем не сможет. И в итоге у вас будет так называемый missing файл, то есть утерянный файл. Поэтому в ходе работы ни в коем случае никогда ничего не удаляйте. Всегда сохраняйте бэкапы, всегда сохраняйте резервные копии. Это вам просто поможет в дальнейшем. Если не дай бог что случится, у вас всегда будет резервная копия. Теперь, соответственно, для того, чтобы можно было спокойно удалить уже импортированные фотографии после окончания работы, существует такая функция, как Collect Files. О ней мы поговорим немного позже. О ней мы поговорим уже в восьмом разделе нашего сегодняшнего мастер-класса по After Effects. Далее, что касается окна Project, давайте сразу рассматривать. В окне Project мы можем также создавать папки. Точно так же все сделано для того, чтобы как можно лучше организовать нам рабочее пространство. Мы можем создать папку, загрузить в нее фотографии. Мы можем создать папку в папке. Переименовывается очень просто путем нажатия на Enter. И так далее. Соответственно, если у нас есть вот такая какая-то структура, мы просто путем поиска ищем то, что нам необходимо. И поиск в After Effects будет работать непосредственно во всех папках. Это что касается панели Project. Далее, мы в панели Project с вами видим еще кнопку Create a New Composition. Пока мы ее оставляем, про композиции поговорим немного позже. И последний момент, который хотелось бы отметить про панель Project, про то, что есть здесь полезного. Во-первых, это предпросмотр. То есть маленькое, но все-таки окошко предпросмотра файла у вас есть. И кнопка удаления выбранного элемента из вашего файла проекта. Соответственно, оно полностью удаляется. Если этот элемент был у вас где-то использован в каких-то анимациях, в каких-то композициях, он отовсюду удалится. Те же самые функции выполняет кнопка Delete или Backspace на клавиатуре Mac. В принципе, ничего сложного с этим нет. Далее двигаемся к следующей панели. Это панель Timeline. Панель Timeline занимает всю нижнюю часть нашего с вами интерфейса и делится условно на две части. Это такая более затемненная левая и часть посветлее, это правая. Для того, чтобы воспользоваться панелью Timeline, нам необходимо создать композицию. Что такое композиция? Композиция — это некий кластер, некий объект, в котором ведется вся работа. То есть вы всегда будете работать в композиции. Если вы в Photoshop работаете прям, грубо говоря, в оригинальной фотографии, то в After Effects вы сначала эту фотографию должны поместить в композицию и уже там с ней работать. Соответственно, как создавать композицию, давайте разберемся вместе с вами. Мы видим вкладку Composition, New Composition. Нажав эту кнопку, у нас выскакивает с вами окошко, в котором мы можем, соответственно, задать имя композиции. Далее, выбрать какой-то уже готовый пресет с настройками или задать настройки сами. Это разрешение, ширина, высота. Давайте сделаем 1280 на 720. Далее, Pixel Aspect Ratio — это форма наших пикселей. Я рекомендую вам всегда ставить Square Pixels, то есть квадратные пиксели. В 99% случаев все ролики в After Effects делаются именно на основе квадратных пикселей. Далее, количество кадров в секунду. Здесь уже по желанию. В основном большинство роликов делается в 25 кадрах в секунду, поэтому сегодня мы с вами работаем непосредственно именно так. Resolution мы оставляем Full, чтобы у нас было полное разрешение. Start Time Code — 0. И Duration. Duration выставляем ту, которая нам необходима. Давайте поставим Duration — 10 секунд. И нажимаем ОК. Теперь, как вы видите, на панели Project у нас появилась с вами вот эта композиция. Далее, в таймлайне сразу она у нас открылась. Теперь сюда мы можем с вами уже перетаскивать импортированные объекты. Допустим, фотография. Так как наша фотография имеет разрешение 5184 на 3456, а композиция имеет разрешение 1280 на 720 фотографий, у нас выглядит пока вот так. Нам необходимо ее уменьшить. Соответственно, видим здесь такие поля, как в Photoshop. И с зажатым шифтом просто уменьшаем. Если вы каким-то образом, так скажем, немного забылись и поставили неверные настройки вашей композиции, не те, которые от вас требовались, или не те, которые вам нужны, не пугайтесь. В After Effects можно всегда все поменять в любой момент времени. Мы просто заходим в Composition, Composition Settings или нажимаем на клавиатуре Command-D или Ctrl-O, Command-K или Ctrl-K на Mac. Соответственно, выскакивает то же самое окошко, где мы уже все это дело меняем. Как вы видите, панель Timeline у нас разделена на две условные зоны. Давайте немного поговорим про них. Слева у нас отображаются слои, то есть теперь наша фотография здесь отображается в виде так называемого слоя. Мы можем несколько раз продублировать, можем импортировать еще одну фотографию. перетащить. Уменьшим. Теперь наша фотография отображается в виде слоя, и мы можем с ними взаимодействовать. Давайте сразу поговорим про иерархию, про то, как все-таки здесь слои взаимодействуют друг с другом. Прошу обратить ваше внимание, что в After Effects есть два способа взаимодействия слоев. Это в 2D пространстве, то есть в двухмерном пространстве, и в трехмерном пространстве. Пока мы говорим с вами про двухмерное пространство, про 2D. Соответственно, иерархия здесь очень простая. Верхний слой всегда будет перекрывать наш нижний слой, то есть сверху у нас сейчас лежит фотография номер 17, и, как вы видите, она располагается поверх нашей фотографии номер 9. Если мы поменяем их местами, то, соответственно, фотография номер 9 будет располагаться под ней. Я думаю, это прекрасно видно, я думаю, это прекрасно понятно. То есть прямая иерархия, верхний слой всегда перекрывает наш нижний слой. Ничего в этом сложного нет. Далее, что касается дополнительных переключателей, дополнительных маркировок. Во-первых, на панели Timeline мы можем, нажимая вот на этот замечательный глаз, просто включать или выключать визуально наш слой. Далее, мы можем делать его Solo Mode, то есть когда у вас, допустим, несколько различных слоев. Давайте создадим некую сцену. Когда у вас есть какая-то вот такая история, и вы хотите видеть только один слой, и чтобы все остальные были отключены, вы нажимаете на этот замечательный кружочек, и ваш слой становится так называемым Solo. Далее, вы можете блокировать этот слой. То есть что это значит? Если вы нажмете на данный замочек, то вы не можете уже никак взаимодействовать с этим слоем. Вы не можете его ни выбрать, ни переместить никуда. То есть наш вот этот слой с лодкой, он теперь не активен. Соответственно, это поможет вам избежать каких-то случайных перемещений, ненужных и так далее. Пока его выключим и двигаемся дальше. Далее. Следующий момент, следующая история, следующая пиктограмма позволяет нам скрывать слои. Допустим, мы хотим, чтобы наш определенный слой был скрыт от лишних глаз. Мы можем нажать на данную пиктограмму, видим, что она поменялась во внешний вид. И теперь, нажав на такую же по рисунку пиктограмму здесь, на вот эту большую, наш слой будет скрыт. Таким образом, мы можем выбирать нужные для скрытия слои. Допустим, у нас их несколько. И при необходимости нажать скрыть. Так ваш клиент, допустим, или ваш заказчик, ваш потребитель, которому вы будете делать исходный продукт, будет видеть только красивые, так скажем, организационные моменты. А вот этот весь визуальный мусор из тысяч слоев, который у вас присутствует, вы от него спрячете, тем самым покажете свой уровень профессионализма. Следующий момент, следующая пиктограмма у нас пока недоступна, называется она Collapse Transformation. Сегодня мы поговорим про нее чуть позже, точно так же, как и про данный вид пиктограмм. Далее у нас следуют режимы наложения, про которые также скажем позже, и привязки. Следующий момент – это правая часть нашего окна Timeline. В правой части нашего окна Timeline изображается весь временной промежуток. Кто помнит, в начале, кто смотрел внимательно, мы создавали композицию длиной 10 секунд. Соответственно, наша композиция здесь, на Timeline, точно так же является длиной 10 секунд. Если мы поменяем тайминг, допустим, поставим 15 секунд, здесь есть такой замечательный инструмент, позволяющий приблизить или отдалить масштаб, то теперь вы видите, что наша композиция длиной 15 секунд. Но наши слои остались длиной 10 секунд. Почему? Потому что мы поместили их в композицию до того, как ее увеличили. То есть, когда мы помещали эти слои в композицию, композиция была длиной в 10 секунд. Соответственно, по длине наши слои под нее подстроились. Для того, чтобы подстроить их под длину нашей композиции, мы просто зажимаем их справа и растягиваем. Ничего сложного, все просто, пока и все понятно. На самом деле, как вы можете догадаться, и как вы уже, я так предполагаю, догадываетесь, что в After Effects просто все, ну, не сильно красиво, а по факту все интуитивно, все понятно, все просто. Следующая панель, следующий момент, который нам очень пригодится в работе, это панель эффекты. По умолчанию ее нету. Мы заходим в Windows, Effect Controls. Она появляется у нас здесь дополнительной вкладкой. Мы можем ее или переместить вот сюда, ну, или в любое другое место, или там же ставить дополнительной вкладкой. В этой панели отображаются все эффекты, примененные на наш слой. Очень важный момент, его стоит запомнить. Как добавить эффект? Я думаю, многие из вас уже догадались, что необходимо щелкнуть по меню Effects. Ну, или правой кнопкой на пустой слое, на пустой зоне, и всплывают нам несколько категорий эффектов. Ну, как несколько, на самом деле в After Effects так называемых категорий эффектов очень много, и самих эффектов тоже очень-очень много, что не может не радовать. Но здесь уже другой момент, момент того, никто этими всеми эффектами никогда не пользуется. Есть определенный ряд, определенный пул, определенный набор эффектов, которые используются многими дизайнерами в повседневной работе. Сегодня мы о нем точно так же будем разговаривать. А какими-то, ну, огромными вот такими количествами эффектов мало кто пользуется, и они, по сути, большинство из них не нужно. Давайте сейчас определим с вами иерархию в панели эффекты. Очень важный момент. Мы применим эффект Fill, Generate Fill. То есть это эффект, по сути, заливки. Итак, как вы видите, у нас красная заливка. Мы продублируем. И теперь смотрим. Если мы поменяем нижнюю заливку на зеленый, то она будет перекрывать. То есть здесь, в отличие от иерархии в слоях, все с точностью до наоборот. То есть нижний эффект всегда перекрывает или взаимодействует на верхний эффект. Например, мы поменяем местами, поставим наш Fill ниже красный, соответственно, наш слой будет красный. Если обратно поменяем местами, то же самое. То есть я думаю, здесь все просто, и не стоит лишний раз вам об этом просто задумываться. Запомнили? Нижний эффект всегда взаимодействует на верхний. Это очень важный момент. Также дополнительно вы все эффекты можете найти во вкладке Effects и Presets. Опять же, видите Search. Если вы знаете, как называется эффект, который вам необходим. К примеру, мне необходим эффект Ramp, который создает градиент. Я пишу здесь в поиске Ramp, он мне его находит. Я просто два раза кликаю, и он применяет мне его на выбранный слой. Соответственно, если не будет выбран никакой слой, то он его никуда не применит. Это важный момент. Стоит запомнить. Кликаем, выбираем. Все отлично, все работает. Также можем просто перетащить его на наш слой, и точно так же он применится, все будет работать, все будет отлично. И последняя, очень важная панель, без которой вы не сможете работать у After Effects вообще никак. Я думаю, многие уже поняли, что это такое. Это панель, так называемая, рабочая область, или viewport, кто как хочет, кто так называет. То место, где отображается ваша картинка. Это, да, это отдельная панель, которая заслуживает отдельного внимания, у нее есть свой функционал, который мы сегодня попутно будем частично разбирать. Итак, пока стоит отметить то, что у данной панели есть прям отличная функция, называется она разрешение нашего просмотра. Что это такое? Вы видите надпись Full. При ее наведении вы видите подсказку Resolution Down, Sample Factor Pop-Up. Ну, что такое, пока не сильно понятно, и на своем английском здесь они чешут. При нажатии на Full мы видим с вами различные категории Half, Third и Quarter. Что это такое? Это разрешение, в котором у нас будет демонстрироваться предпросмотр, то есть вот это самое окно. Откуда оно берется? Оно берется из исходного разрешения нашей композиции, то есть 1280 на 720. При Full у нас, соответственно, отображается полное разрешение, при Half у нас отображается половина этого разрешения, то есть это получается 640 на 360, если мне не изменяет память. При Third это 1 треть отображается, и при Quarter отображается 1 четвертая. Для чего это нужно? Это нужно для ускорения время работы и для большего комфорта, когда вам, по сути, не сильно нужно смотреть в детали картинки, вам не нужно вот так вот всматриваться в каждую историю. Вы хотите посмотреть какое-то движение, какую-то созданную анимацию, побыстрее. Вы ставите вместо Full Quater и просто у вас все становится работать намного быстрее, а E работает намного быстрее, намного стабильнее и помогает вам просто предпросмотреть. Соответственно, не стоит никогда ограничиваться только лишь Quater или Full и как-то пытаться один раз выставил и всегда пользуешься. Нет, вы потом в течение времени, в течение работы просто не будете уже замечать, как вы постоянно переключаетесь между этими режимами в той или иной ситуации. Допустим, я хочу посмотреть больше на детализацию, я ставлю Full и смотрю, как вот здесь вот ручка на чашке сделана. Я хочу посмотреть побыстрее на картинку, мне не важна детализация, я ставлю Quater и, соответственно, работаю уже с ним. Далее, следующий момент вы могли уже сами все прекрасно заметить, это масштаб. То есть здесь есть некие процентики, Magnification Radio Pop-Up, как оно здесь называется, по факту это масштаб. Точно так же масштаб берется от исходного значения разрешения нашей композиции. То есть 100% оно нам показывает размер в мониторе 100% 1280 на 720, но разрешение Quater, то есть по сути оно взяло четвертное разрешение и растягивает на всю эту область. Если мы хотим посмотреть прям в полном, в полном разрешении, ставим 100%, ставим Full и видим, что в окно оно у нас не влазит, потому что композиция больше. Если вы хотите посмотреть какую-то из панелей на все, на весь экран, есть такая замечательная кнопка, называется она Консоль. При ее нажатии любая ваша панель в After Effects будет раздвигаться на весь экран. Соответственно, вот таким образом вы можете полноценно посмотреть в полном качестве вашу картинку и оценить, что же вы там сделали. Это что касается панелей и их первостепенного функционала. Следующий важный момент, который хотелось бы отметить, это настройка After Effects для комфортной работы. Для комфортной работы нам необходимо выставить всего лишь пару значений. Мы заходим в Preferences, заходим в Media и Disk Cache, и единственное, что я хотел бы вам порекомендовать выставить, это, соответственно, Enable Disk Cache. Что это такое? Это дополнительный кэш на жестком диске, в который After Effects будет рендерить, в который After Effects будет подгружать какие-то файлы. Это просто вам ускорит время рендера промежуточного в After Effects. Что для этого нужно сделать? Мы выбираем папку, куда будет загружаться наш кэш, и выбираем, сколько мы готово места на жестком диске выделить под этот кэш. Все просто, все понятно. После каждой работы в After Effects, перед тем, как его закрыть, я рекомендую нажимать на вот эту волшебную кнопку Empty Disk Cache, чтобы наш кэш просто почистился. Вы видите, что происходит это буквально за считанные секунды. То есть, ну, кэш чистится, и тем самым ненужные временные файлы освобождаются из памяти нашего компьютера. Итак, это первичная история, первичное знакомство с интерфейсом After Effects. Уже имея вот эти знания на борту, мы можем стараться сделать что-то более-менее интересное и стараться двигаться дальше. Продолжение следует...